300 миллиардов подъемных 300 миллиардов подъемных Крым подтянут до среднего по стране уровня развития к 2022 году 20. Газета «Коммерсант» номер 20 от 5 февраля 2019 года, СТР 2 Крым и Севастополь вчера получили отдельную государственную программу, основанную на реализуемой с 2015 года федеральной целевой программе Акцент в новом документе, как и прежде, сделан на строительстве и обновлении инфраструктуры полуострова На доведение уровня социально-экономического развития Крыма до среднего по России показателя «Белый дом» в ближайшие 4 года намерен потратить из федерального бюджета 310 миллиардов рублей Правительство утвердило госпрограмму развития Крыма до 2022 года Среди поставленных целей снижение уровня безработицы с 6,2% в 2017 до 5,7% в 2022 году и рост средней заработной платы с 26,4 тысячи до 36,1 тысячи рубль Соответственно, в новую госпрограмму упакована действующая с 2015 года федеральная целевая программа ФЦП Развитие полуострова Она, по сути, составляет основную содержательную часть документа Большая часть мероприятий, как и прежде, посвящена инфраструктуре строительству дорог, очистных сооружений, газопроводов, социальных объектов Среди наиболее крупных объектов ФЦП – железнодорожный переезд через Керченский пролив, а также трасса Таврида, Керчь, Симферополь, Севастополь, из-за которой эта программа не раз дорожала В госпрограмме, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, большая часть финансирования придется на транспортную инфраструктуру как на наиболее проблемную составляющую жизни полуострова Это 55% от общего объема финансирования На социальную инфраструктуру потратят 12% средств, на энергетику – 10% Крым лучше Севастополя справился с ФЦП В дополнение к этому в госпрограмму включены мероприятия, которые реализовывались вне ФЦП Это развитие свободной экономической зоны, создание благоприятных условий для бизнеса и развитие туристского потенциала полуострова Правительство рассчитывает на рост инвестиций в основной капитал с 96 тысяч рубль На душу населения в 2017 году до 136 тысяч рубль В 2022-м – увеличение удельных капитальных вложений резидента в свободной экономической зоны, СЭС, с 27 миллионов до 54,7 миллиона рублей А количество туристов с 5,7 миллиона до 8,2 миллиона человек Конкретных мероприятий, способствующих достижению этих показателей, госпрограмма не содержит Они указаны лишь в общих чертах как не требующие бюджетных трат Например, рост инвестиций должно обеспечить мероприятие создания благоприятных условий для привлечения капиталов, повысить вложения в рамках СЭС принятия законопроектов, повышающих эффективность работы этой зоны Всего на крымскую госпрограмму заложено 309,5 миллиарда рублей Почти половину этих средств – 150,5 миллиарда рубль – планируется выделить уже в этом году Фактически финансирование будет обеспечено за счет ФЦП В Минэкономике твердый знак пояснили, что объемы финансирования госпрограммы соответствуют предусмотренным в ФЦП средствам федерального бюджета на 2019 и 2022 годы Отметим, что данное вчера на совещании с вице-премьерами в Горках стандартные указания премьера Дмитрия Медведева следить за своевременным освоением бюджетных средств для крымской программы особенно актуально при исполнении ФЦП у федеральных властей уже возникали вопросы по поводу неполного освоения денег и срыва сроков сдачи объектов В 2018 году ситуация, впрочем, несколько улучшилась ФЦП по Крыму исполнена на 93%, по Севастополю, по разным данным, на 60-70% Евгения Крючкова